всем привет в нашем сегодняшнем видео обзоре и в эко дейли в рестайлинговой модификации что из нее получилось мы сегодня обязательно вам расскажем и все и 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 Сегодня мы рассказываем про Ravega Daily 50 C15 с реприжераторной будкой на 8 евро полет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, давайте изучать теперь поподробнее о каждом компоненте этого автомобиля. Iveco Daily – итальянский производитель, который в 2015 году провел рестайлинг своей самой популярной в России модели Daily. Базовое шасси у нас Iveco Daily 50 C15. Iveco – итальянский концерн, который в 2015 году предложил покупателям рестайлинговую модификацию шасси, которое выглядит теперь вот таким образом. По моему мнению, рестайлинг пошел на пользу этой модификации. По традиции для всех производителей коммерческого транспорта в наименовании зашита кое-какая информация. Итак, Iveco – итальянский концерн, который производит коммерческий транспорт любой тоннажности. Daily – обозначает модельный ряд легкотоннажных и среднетоннажных грузовиков. Модификация 50 C15 обозначает конкретную модель, в которой 50 – это полная масса, в нашем случае 5200 C. Обозначение индекса шасси с двускатной задней шиновкой. 15 – обозначение мощности в двигателе лошадиных сил. Модельный ряд Iveco Daily настолько огромен, что позволяет вам выбрать любую модификацию, начиная с полной массы от 3,5 тонн и заканчивая полной массой 7 тонн, соответствующая грузоподъемность, которая обеспечивает около 5 тонн. Это наиболее популярный массовый сегмент в нашей стране. Большое количество баз, также, повторюсь, позволяет вам выбрать фургон от длиной 3,5 метров до 6,2. Для особых любителей это может быть модификацией на 12 или даже на 15 балет вместимости. Если брать сегмент с полной массой 5 тонн, который присутствует в нашей стране, и при этом успешно занижается полная масса с 5 тонн до 3,5, что, соответственно, является B-категорией и при этом отличной грузоподъемностью, то этой модификации есть довольно большое количество конкурентов. Здесь присутствует модификация Ford Transit 470, который сейчас, благодаря своей дешевой стоимости и возможности покупки в кредит и в лизинг с участием государства, и, наверное, является хитом продаж. Здесь присутствует модификация Isuzu NMR85, у которой полная масса тоже около 5 тонн, грузоподъемность шасси в районе 3 тонн, все это дело занижается в B-категорию. Наверное, самым дорогим представителем здесь, в этом сегменте, будет Mercedes Sprinter 500-й серии, которую также научились занижать в B-категорию. По традиции, наш рассказ, мы всегда начинаем с базового шасси. Итак, повторюсь, колесные базы, которые здесь представлены, 3 450, 3 750, это наша, 4 100, 4 350, а также 4 750 в миллиметр. То есть, если брать в выражении длины фургона, который можно установить, самый короткий фургон, который сюда мы можем установить, это 6-ти палетный фургон длиной 3 750. Один из самых популярных, который мы сегодня обозреваем, колесная база 3 750 миллиметра, который позволяет установить фургон сюда длиной 4,35 метра и вместимостью 8 евро по лет. Самая популярная, самая распространенная модификация. Для искусственной публики можно установить фургон длиной 5,20 или длиной 6,20. Но при таких длинных грузоподъемностей именно этой 50-й модификации будет явно недостаточная, поэтому она не получила такой популярности. Принципиально в передней подвеске у нас ничего не поменялось. Подвеска у нас независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, передние дисковые тормоза, усиленные колеса 16-го радиуса с индексом C, куча активных систем безопасности, таких как ABS, система распределения тормозных усилий, ESP 9-го уровня, я даже боюсь представить, что это чудодейственная такая система, но тем не менее. Система помощи при трогании в гору, а также большую-большую количество вспомогательных систем, которые улучшают безопасность вождения наших водителей. Горловина топливного бака не поменяла своего местоположения. Она также располагается с водительской стороны, вот здесь, заливается туда соляра, вот благодаря вот этому выступу и закрытой двери препятствует открыванию слива топлива. В стандартном исполнении на автомобиль устанавливается топливный бак объемом 70 литров. Этот размер актуален для городских и небольших междугородских расстояний. Но, так как производитель нормальный, у нас есть возможность устанавливать сюда бак повышенной вместимости. В частности, наш заказчик эксплуатирует автомобиль в межгород, поэтому топливный бак объемом 100 литров здесь будет как нельзя кстати. Если верить цифрам, то полная масса 5200 делится так. 2 тонны – это собственный вес шасси. Остаток 3,2 тонны – это заявленное заводом грузоподъемность этого автомобиля. Если верить развесовке, то максимальная нагрузка, приходящаяся на переднюю ось – это 2,1 тонны. Максимальная нагрузка, приходящая на заднюю ось – это 3,7 тонны. Это один из самых лучших показателей в этом классе у автомобилей. На задней оси у нас также установлен стабилизатор поперечной устойчивости и дисковые тормоза с обеих сторон. Запасное колесо по традиции не меняет своего местоположения и располагается под рамой в задней части фургода. Несмотря на то, что грузоподъемность шасси 3,2 тонны, наш заказчик попросил дополнительно установить комплект задней пневмоподвески. Та подвеска, которая здесь – двухконтурная. Каждый контур имеет возможность регулировать давление вручную. Для этого есть необходимые манометры внутри кабины. Задний противоподкатный брус практически не претерпел каких-либо изменений. Он такой же. Зеркала заднего вида бывают в двух модификациях – на коротком кронштейне и на длинном кронштейне. Я рекомендую выбирать сразу длинный кронштейн, потому что при установке изотермических любых кузовов шириной 220, у нас получается на коротком кронштейне потеря половины обзорности. Поэтому берите сразу большой. Само по себе зеркало заднего вида принципиально не изменилось. У него две сети, верхняя часть регулируемая, обогреваемая. Нижняя часть асферическая для обзора в мертвых зон, она не регулирует. Плюс повторитель поворот. Самые главные изменения у нас внешние. Так называемый фейслифтинг. Или как там его еще? По-другому называют. Мне лично очень нравится то, что ивековцы сделали с передней частью автомобиля. Очень стильно, очень круто. Если отойти и посмотреть на автомобили издалека, получается красивая, симпатичная мордашка с таким уверенным взглядом, который говорит «Я супертачка». меня стоит покупать. Когда первый раз мы попытались открыть капот с оператором, ничего не получилось. Минуты четыре мы потратили, но нашли. Вот этот вот закавыка, который флажочек отодвигает, он находится вот здесь вот. Вот здесь. Приподняли. Флажочек отодвинутся, опа! Под капотом у нас трехлитровый турбированный дизельный двигатель, который пришел и достался в наследство от предыдущей модификации. Сам двигатель себя очень хорошо зарекомендовал. Самая популярная версия 146 лошадиных сил с крутящим моментом 350 ньютон-метров. В паре он работает с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач, что обеспечивает вам возможность эксплуатации его как в городском режиме, на первых, вторых, третьих скоростях и постоянных пробках, так и на трассе. Он будет на пятых, шестых передачах отлично себя чувствовать и прекрасно управляться и эксплуатироваться. На предыдущей версии приходилось ставить опору. В данном случае у нас здесь есть вот такие механизмы, которые позволяют вам эту опору не ставить, что уже уже круто, уже, так сказать, по-современному. Компоновка, принципиально, не изменилась. Узлы и агрегаты на 95% все те же самые. Одно наше новшество, которое мы сюда установили, это компрессор нашей пневмоподвески. Вот здесь он у нас установлен. Управляется он из салона. Урчит вот таким образом. Очень сильно поменялся дизайн снаружи и при этом очень сильно поменялся дизайн внутри. Он стал очень крутой. Пойдемте посмотрим. По моему ощущению, посадка в автомобиль стала еще немного выше, чем в дорестайлинговом модификации. Вот где-то буквально чуть-чуть, но выше. Сам по себе дизайн очень классный. Очень все продумано. Шикарнейшие приборы, шикарнейшая информативность. Вот этот центральный выступ, который был изначально, он стал немного глубже, и сама торпеда более гармонично смотрится в новом исполнении. Теперь о каждом элементе наверно подробнее. Кресло, которое у нас здесь присутствует. Бывает также двух модификациях. Статичная, без подрессоривания, и вот с этим самым пневмоэлементом, который на дальних расстояниях позволяет вам более комфортно себя чувствовать. У этого кресла огромное количество регулировок, так же, как было на предыдущей модификации. Отдельно регулируется наклон спинки. Вперед-назад, угол лифт вверх-вниз, угол наклона спинки, угол величина поясничного подпора. С правой стороны присутствует пацанская вещь, как подлокотник. Без подлокотника вообще даже не подходи. Шайба регулировки уровня веса водителя, который здесь есть, она в предыдущей модификации находилась здесь. Сейчас ее перенесли вот сюда, соответственно, под сиденьем. Вот как-то так. Появился подстаканник, шикарнейший щиток приборов с экрана бортового компьютера посередине. Много-много разных приятных изменений. Обшивка водительской двери имеет огромное количество карманов. Маленький сверху для мелочевок. Средний посередине отвертки либо длинные вещи там зажимы для денег. Нижний, не самый нижний карман имеет возможность установки сюда бутылок на пол-литра, на литр положить сюда еще какие-то вещи с размером, наверное, там А4. Мерседесовский стайл вот этого нижнего кармана. Он здесь на магнитиках. Вот так аккуратненько сюда можно положить какие-то, наверное, не тяжелые вещи, потому что иначе будет он постоянно открываться. Точно такая же компоновка обшивки у нас с пассажирской стороны. Электростеклоподъемники по-человечески сделаны, джойстик регулировки зеркал заднего вида, ручка открывания, колонка 15 радиуса здесь устанавливается. Она вроде бы идет у нас в базовой комплектации. Одна колонка здесь, другая здесь. Общее количество 4. Но при установке для нашего корпоративного заказчика магнитола мы обнаружили, что колонки у нас украли какие-то гады в каком-то месте, в каком-то момент. Взяли и просто их тупо стырили и обрезали еще провода под корень, чтобы вам пусто было. в подножке водителя у нас имеется специальный отсек, в котором прячется аккумулятор. Его здесь можно, соответственно, обслуживать, но вот вынимать его отсюда. Я даже не представляю, как это походу нужно разбирать, вот эту часть, убирать, доставать аккумулятор. Ну, ладно, у нас машина новая, на гарантии. Под водительским сидением прячется также вот такой карман, в который можно напихать кучу всякого. Ну, сами не понимаем, что. Он убирается на специальной резиночке, зажимается, все как у людей. С левой стороны от руля у нас есть кнопка отключения и отключения освещения внутри фургона. Вот этот блок здесь неспроста появился. Это блок управления задней пневмоподвеской. Я, как и говорил, она двухконтурная. У нас есть специальные манометры, которые отслеживают давление в левой и в правой стороне. Центральная кнопка включает и нагоняет давление одновременно. далее у нас есть возможность подопускать давление с левой или с правой стороны. Это актуальный случай, если вы, например, на какую-то левую или правую сторону загрузили один палет и вам нужно, грубо говоря, эту сторону немножко подуть. Соответственно, можно будет накачать до нужного давления и какую-то из сторон отдельно спустить до нужного давления. Рулевое колесо у нас регулируется вверх-вниз, достаточно большой вылет, любой отрегулирует его от себя. Над рулем располагается небольшое пространство, куда можно положить всякую мелочушку. Точно такая же штука есть и с пассажирской стороны. С левой стороны от вот этого кармашка мы установили пульт управления холодильной установкой. Вот он таким образом включается и имеет возможность установить нужную вам температуру до минус 20 зафиксировали и пошли. температура в кузове 23,7 нужная температура минус 20 и вы отслеживаете соответственно то, как эта температура достигается. В базовой комплектации у нас есть центральный замок, который открывает и закрывает с кнопочки соответственно двери. ключик красивый откидной но, к сожалению, только один и со мной такой дублирующий ключ у нас не имеет никаких регулировок и никаких кнопок и с дизайном так себя. В средней части у нас все тот же рычаг переключения коробки передач шестистерпенчатая коробка напомню с флажком включения задней скорости в средней части торпеды вверх составляющая у нас вот такой карман куда можно спрятать документы ряд кнопок среди которых довольно необычным образом сделан корректор фар верх-низ значит кнопочка аварийки кнопочка задних противотуманных фонарей кнопка принудительного отключения системы курсовой устойчивости и кнопка центрального замка вы можете открывать и закрывать кабину с помощью этой кнопки. Для нашего любимого заказчика который работает с нами уже очень долго наверное года четыре мы не проскупились и в качестве подарка установили вот такую магнитолу потому что его водитель ездит на дальние расстояния преодолевает очень большие соответственно километражи чтобы ему было весело чтобы ему не было скучно мы установили магнитолу пионер с функцией подключения USB подключение камеры заднего вида если клиент этого захочет здесь есть небольшой кармашек блок управления микроклиматом в салоне ничего принципиально не поменялось но зато мягенько приятненько рециркуляция воздуха ряд кнопок среди которых может быть некое доп. оборудование но в базовом исполнении у нас есть кнопка включения обогрева зеркал заднего вида чуть ниже располагается у нас тахограф так как автомобиль изначально полной массой 5200 то есть C категории здесь по-любому должен стоять тахограф изначально с завода в принципе на всех ИВЭКах изначально стоит тахограф практически неважно от модификации переводя автомобиль в B категорию необходимость в этом тахографе отпадет но тем не менее пусть останется и будет здесь под тахографом прячется узенький кармашек в который поместится наверное разве только что какие-то ручки и больше ничего еще ниже не при количестве кармашков непонятно конфигуляции размеров под какую-то мелочь под какие-то карточки либо что-то еще разъем для прикуривателя разъем для 12-ти вольтовой розеточки и глубокий карман в самом-самом вовремя движения до него дотянуться наверно будет крайне сложно во время стоянки можно насыпать парохла сколько угодно пассажирская часть торпеды состоит из верхнего кармана который гармонично здесь располагается вот этой вставочке под всякую мелочишку бардачка и подстаканник пассажирский ряд сидений состоит из двух отдельных кресел ремни безопасности трех точечные с преднатяжителями ремни безопасности крайних пассажиров имеет возможность регулировки по высоте чего не было в предыдущих модификациях и при этом само сидение теперь внимание лавочка открывается на фортовский манер предлагает возможность из огромного сундука имеет возможность хранить здесь большое количество вещей зипа поклажи все что угодно пристали модификации это пространство использовано с большей эффективностью на старой модификации кресло только имело возможность снизу какую-то часть груза разместить фургул мы сюда установили техпро соответственно завод техпро вот таким необычным образом разместил табличку с вином вот в этом месте и даже для особо одаренных подписал сам по себе дизайн обшивки кресел тоже классный вот такой модный вверху наверное с верхней части исчезла полка в которой располагались кармашки для документов и тахов тахограф перекочевал вниз место водилось сама по себе кабина обшита приятным материалом камень сделано все для людей по-русски обшивка пассажирской двери такая же как и водительская карман сверху карман посередине карман не совсем снизу карман совсем снизу ручка электростеклоподъемник и все дела наш заказчик перевозит продукцию глубокой заморозки для него очень важно соблюдение температурного режима минус 18 градусов в противном случае продукция просто-напросто испортится поэтому мы с ним за несколько лет перепробовали большое количество кузовов это было и Рязань это был и исток в оконцовке мы остановились на фургоне производства техпроб так как автомобиль базовое шасси у нас не самое дешевое поэтому мы не могли себе позволить поставить сюда что-то иное кроме как фургон производства завода техпроб по нашей классификации этот завод является одним из лидеров в своем ценовом сегменте по производству фургонов в так сказать люксовой зоне они отличные они очень качественные в базовой комплектации идет пластик армированный алюминиевое анодированное обрамление по контуру фургона задняя рамка выполнена из нержавеющей стали фурнитура дверей запираемая также выполнена из нержавеющей стали чтобы понять качество фургона нужно посмотреть на его подрамник оцинкованная сталь которая предварительно подвергается гробестройной обработке соединяется с фургоном с помощью вот таких болтовых соединений все соединения непосредственно подрамника с рамой выполнены по всем строгим директивом и нормативом производителя шасси и века соответственно пружинная передняя часть и болтовые соединения волн всю днюю раму задняя рамка фургона выполнена из нержавеющей стали фурнитура дверей а также всех запорных механизмов а также система фиксации двери в открытом положении молоточкового типа выполнены из нержавеющей стали у нас имеется возможность запирания этих дверей с помощью ключей которые намотаны здесь чтобы не потерять и здесь каждая дверь отдельно запирается наш фургон выполнен по технологии сэндвич панелей в качестве внешней внутренней обшивки повторюсь используются армированный пластик толщина стен нашего фургона порядка 100 миллиметров в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол уплотнители дверей у нас 5 лепестковый что обеспечивает очень качественное соединение этих дверей в этом месте потому что как раз таки двери в большинстве случаев является самым серьезным маслом холода для нашего заказчика освещение выполнено из светодиодной ленты это очень мощное и экономное средство для освещения фургона внутри для доступа фургон используется специальная подножка и поручень вот таким образом габаритные размеры нашего фургона таковы длина 435 ширина 220 высота 220 в пересчете это дает нам порядка 19 кубов внутреннего объема если говорить о вместимости то это 8 евро полез вместимость не забывайте также что мы можем изготовить фургоны по вашему желанию любых нужных вам размеров в рамках этого шасси возможны небольшие увеличения либо наоборот уменьшение длины фургонов там в рамках там 15 20 сантиметров по длине 10 сантиметров по ширине иначе в зеркала видно не будет по высоте гораздо больше разбег у нас есть при базовой высоте 220 снаружи где-то так 240 245 еще позволительно увеличить габаритную высоту фургона и тем самым полтора два лишних куба выиграть для поддержания температурного режима в минус 18 градусов нашим заказчиком мы всегда стараемся подобрать холодильный агрегат с большим запасом на этот объем можно было установить итальянскую холодильную систему за ноте 0 38 которая также бы давала нам примерно там минус 18 градусов на этом объеме но мы пошли другим путем здесь стоит гораздо более мощная модификация замоке это z238 которую на этом объеме будет работать гораздо быстрее и там с наименьшим напрягом для компрессора при этом холодильная установка работает как на охлаждение так и на обогрев зимой поэтому этот автомобиль может эксплуатироваться практически с любым температурным режимом качестве стандартного на полу у нас специальное противоскользящее покрытие автопластик отбортовка из алюминиевого уголка высотой 120 миллиметров нередко бывает такое что с помощью рохов или к боковая часть разбирается поэтому мы можем вам установить сюда обортовку на любую высоту только заранее нам об этом скажите при этом напомню также токелажные ленты токелажные кольца боковые двери любое дом оборудование а дополнительные отопители фургона все что вам нужно будет дополнительно установить в этот фургон и для вас это может сделать очень важным моментом при изготовлении фургонов является отсутствие мостов холода большинство заводов которые не очень выделяют длительное внимание этому компоненту иногда делают заднюю рамку совмещенную с полом из рифленого алюминия получается ужасным просто катастрофический мост холода который приводит к теплопотерям в данном случае вы видите что ширина двери и уплотнитель заходит за эту часть в нижней части обрамления фургона точно также верхней части имеется специальная вставка из пластика который также препятствует выходу холода и тепловой диффузии вот вы можете это сверху видеть это очень важный компонентом которым не стоит предупрегать на нашем автомобиле установлен итальянский холодильный агрегат за ноте с в 238 его основной функционал это работа от двигателя в режиме охлаждения и обогрева в случае необходимости этот холодильный агрегат располагает версии на которой установлен электромотор и розетка 380 вольт так называемый стендбай если для вас это важно мы вам можем сюда установить холодильник именно с таким функционалом при этом марка холодильного оборудования для нас не имеет особой роли если вашем корпоративном парке карьер термокинг либо другие какие-то марки там корейского производителя мы точно также можем поставить любой холодильный агрегат на ваш выбор любых функционалов самое время подводить итоги что у нас есть сухом остатке заказчик который заказал у нас этот автомобиль располагает уже двумя автомобилями этой марки в дори 100 лиговой модификации так как они ездят по россии и разводит по заправкам продукты питания то у них пробеги катастрофические машины тринадцатого года у них уже пробежали по полмиллиона километров это говорит о высокой надежности этой марки этой модификации который можно доверить свой выбор но при этом они остаются не самые дешевые в настоящий момент если брать ценовую модификацию то это будет наверное на самом предпоследнем месте по стоимости шасси в настоящее время по состоянию на лето шестнадцатого года самым дорогим еще дороже будет наверное только мерседес бренд и века это тот бренд на котором можно построить свой корпоративный парк таким может похвастаться наверно только исузу когда в рамках одной модификации вы можете выбрать машина виде шасси машины в виде цельнометалла машины любой тоннажности начиная от полутора тонн и заканчивая трехосными модификации ленивками есть также тягачи есть модификации на газодизельном установках это там все это дело сейчас развивается и я думаю есть определенные перспективы большое количество колесных баз которые позволяют вам выбрать от 6 европа лет до 22 европа лет вместимости по гарантии значит один год без ограничения по пробегу второй год на силовую линию межсервис интервал 20000 километров возможность застроить промтоварные бортовые изотермические рефрижераторные бахтовки чего угодно на базе этого шасси можно построить мы вам можем предложить любой производитель фургонов рязань два завода нижний новгород исток техпро мост займаш любой вид холодильного оборудования карьер за ночь и термокинг эллинж корейцев видимо невидимы любое топ оборудование пневмоподвески обтекатель магнитолы оттопители возможно даже у нас получится построить какой-то там фут-трак на базе этого автомобиля в этом стабили большое количество преимуществ наша модификация и с полной массой 5 200 занижается в категорию грузоподемных 990 килограмм въездом в центр машина отлично рулится машина отлично ведет себя на дороге на межгороде в городе у него отличный радиус разворота отмечен ши маневрами единственное что треугольная форма кабины в условиях города москве может достать какие-то неудобства но эти можно пренебречь короткие кабины только на и сузу есть это не показатель мощный турбированный двигатель 146 лошадиных сил 350 ньютон-метров шестиступенчатая механическая коробка передач они отлично работают они проверены временем и прекрасно себя ведут если говорить о длительном периоде эксплуатации наш автомобиль вместимостью 8 евро по лет грузоподъемность у этого автомобиля порядка трех тонн с учетом установленной пневмоподвески единственная проблема которая у вас составился это конечно весы которые сейчас все больше больше применяется перегруз уже вам самим нужно решать не нужно как это решать этот вопрос эта модификация этот модельный ряд заслуживает безусловно заслуживает своего внимания машина после рестайлинга по моему мнению снаружи внутри получилось просто измышленнее я бы больше собирал таких автомобилей я бы больше продавал таких автомобилей но по состоянию на лето шестнадцатого года мешает только цена в оговоренной комплектации этот автомобиль и у нас получился порядка трех целых трех десятых миллионов рублей но здесь дорогой кузов но здесь приличная комплектация шасси пневмоподвеска мощнейший холодильный агрегат итальянской фирмы поэтому такая цена если есть пожелание если есть вопросы приезжайте к нам в салон заходите на наш сайт пишите звоните всем рады всех готовы встретить пообщаться выяснить все что вам надо и сделать это конкретно под вас до новых встреч с вами был кирилл сухин на телефоне